На территории Кировского и Коржевского сельских поселений прошли досрочные выборы глав. Все, кто был задействован в избирательной кампании, справились со своей работой. На избирательных участках были созданы отличные условия, чтобы голосование прошло в спокойном режиме. В Кировском сельском поселении Славянского района в последние годы очень много делается в плане благоустройства. Благодаря участию в национальном проекте «Жильё и городская среда» построен современный парк в хуторе Голицын. Здесь постарались сделать всё, чтобы человек смог провести время в парке с максимальным комфортом. Для селян не в новинку получение призовых мест в краевом конкурсе «Лучшее поселение Краснодарского края». Но стремиться к лучшему здесь считается хорошим тоном. И выборы главы сельского поселения для его жителей очень важны. Избиратели надеются, что голосуют за то, чтобы всё сделанное не только сохранилось, но и жизнь стала ещё лучше. Надо избрать главу, который живёт в хуторе, для которого не чужды наши вопросы, которые мы поднимаем. У которого здесь семья есть, корни свои, родители. Это значит очень многое. Потому что человек, работая главой администрации, он не может тратить время на это с 8 до 5. Это, естественно, с раннего утра до позднего вечера. Уверена, что он будет достоин звания главы. Уверена, что будет переживать он именно за наше поселение. То есть я даже горжусь тем, что у меня есть такая возможность, что мне предоставили такую возможность. И уверена, что мы достойного человека изберём. Всё будет у нас на высшем уровне. Жители поселения голосовали за власть, которая ближе всего к народу. Выбирался глава сельского поселения. Ровно в 8 часов здесь открылись три избирательных участка. Мы побывали на избирательном участке номер 4232, расположенном в доме культуры хутора Голицын. Начало выборов здесь прошло безукоризненно. Наблюдатели тщательно контролировали соблюдение всех требований законодательства. Для наших жителей это особый день, потому что мы избираем главу, как говорится, нашего представителя, нашего руководителя. Мы болеем за это, чтобы состоялись у нас прекрасно выборы, потому что, чтобы у нас был достойный наш руководитель, нашего поселения, потому что мы всегда были в числе самых лучших из поселений. Мы подготовились к этому основательно. Мы пригласительные раздавали. Шло объявление по местному радиотрансляции. Сейчас у нас выехала комиссия голосования на дому. Праздничное настроение здесь постарались создать артисты художественной самодеятельности из вокального коллектива сельского дома культуры Кировский, которые подготовили для избирателей концерт. Участие в голосовании приняли 1698 человек, что составляет около 61% от общего числа избирателей. Территориальная избирательная комиссия «Славянская» при проведении выборов главы кировского сельского поселения избранным был признан зарегистрированный кандидат Евгений Капуста, который на выборах получил без малого 98% от общего числа голосов проголосовавших избирателей. И в хуторе Коржевском уютном и благоустроенном участники местных самодеятельных коллективов подарили пришедшим на избирательный участок 4235 жителям свое выступление. Казачий хор сельского дома культуры выступал на избирательных участках с концертной программой. В числе самых первых участников голосования преобладали люди старшего поколения и среднего возраста, но были и совсем молодые. Охотно шли сюда селяне голосовать, ожидая, что избранный глава продолжит привычную для коржевчан эстафету добрых дел. И мы приходим на выборы, потому что это очень важно. Но от этого зависит, как будем мы жить сейчас и в будущем. Поэтому мы довольны, что выбираем того человека, у него большой опыт, отзывы о нем очень хорошие. Весь хутор наш проголосует за эту кандидатуру, значит мы ему доверяем и мы можем прийти к нему с любой просьбой, с нашими проблемами. И это очень стоит на первом месте. В участковой избирательной комиссии 42-35 опытные и проверенные специалисты, поэтому выборы проходят четко, с соблюдением всех необходимых тонкостей. Я хочу сказать, что наша избирательная комиссия одна из лучших, потому что здесь мы стараемся работать дружно, оперативно отвечать на какие-то сложные вопросы. Ну и самое главное, что все-таки выборы нужны, они очень важны. Почему? Потому что работать в этой сфере, быть главой, например, поселения, должны люди грамотные, должны люди быть сильным духом, целеустремленные, болеть за свое поселение. Я очень горжусь тем, что живу в этом хуторе Коржевском, неоднократно принимала участие в избирательной кампании. Сегодня очень хорошая активность на избирательном участке, еще нету даже 12 часов, я могу так сказать, но уже основная масса, люди поселения уже прошли. Идут активно, понимают, зачем они сюда пришли и понимают, за кого они будут голосовать. Безопасность обеспечивалась сотрудниками полиции, казаками, работала выездная торговля. Выборы прошли в деловой и одновременно непринужденной обстановке. Участие в голосовании приняли 2103 человека, что составляет свыше 73% от общего числа избирателей. Территориально-избирательной комиссией Славянская при проведении выборов главы Коржевского сельского поселения избранным был признан зарегистрированный кандидат Олег Шуваев, который получил на выборах более 91% от общего числа голосов проголосовавших. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».